АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. Сегодня мы с вами поговорим о дрессированных евреях демократической партии. Ну, совсем недавно, пятница, 5 апреля, полторы недели назад, в Нью-Йорке собрались едва ли не все демократы, которые собираются противостоять Дональду Трампу на президентских выборах в следующем году. Эти люди приехали на конференцию негритянской общественной политической организации «Национальная сеть действий», по-английски «National Action Network». Они приехали на собрание этой организации, чтобы заручиться поддержкой чернокожих избирателей. Каждого гостя, каждого, встречал на сцене основатель организации, преподобный Алл Шарптон. И вот каждый из мечтающих о Белом доме торжественно обещал господину Шарптону «Став президентом, я пробью закон о репатриациях потомкам черных евреев». Репатриации, эпатриации, потомкам черных евреев. Барак Обама неоднократно принимал Шарптона в Белом доме. И он однажды его назвал, цитирую бывшего президента, «голосом безмолвных и защитником угнетенных». Голос безмолвных и защитник угнетенных. Вопрос, заслужил ли мистер Шарптон такую характеристику? Я лично сомневаюсь. Но если он такую характеристику заслужил, то должен быть известен не только как защитник угнетенных, и я расскажу о двух фактах биографии этого человека. В августе 1991 года Алл Шарптон был среди подстрекателей еврейского погрома в Бруклине. Поводом послужил случайный наезд автомобиля. За рулем автомобиля сидел ортодоксальный еврей, и он случайно наехал на семилетнего негритенка. Организованные с участием Шарптона уличные протесты проходили под лозунгами. Привожу три лозунга. «Нет справедливости, нет мира», «Чьи улицы?» «Наши улицы» и «Смерть евреям». И лозунгами протесты не ограничились. Бандиты избивали евреев. Черные подростки напали на студента Ешива и Янкеля Розенбаума, приехавшего учиться в Нью-Йорк из Австралии, и убили его. На третий день погрома премьер-министр Израиля Ицхак Шамир позвонил мэру Нью-Йорка Дэвиду Динкенсу и потребовал прекратить беззаконие. Мэр-афроамериканец отрезал. «Это наше внутреннее дело, не международное!» Премьер-министр Израиля Шамир парировал. «Международное, потому что убивают евреев и жгут флаг Израиля». Это 1991 год. Спустя четыре года, в декабре 95-го, находившаяся в Гарлине, церковь чернокожих пятидесятников попросил еврея Фреза Харари, он был менеджером в здании, которое принадлежало церкви, они попросили черные не продлевать контракт с владельцем звукозаписывающей студии. Владельцем был афроамериканец. Хотя инициатором выселения студии была церковь черных, Шарптон отреагировал иначе. Он организовал демонстрацию против белых. Вот что он в частности заявил. «Мы не позволим выселять наших братьев, лишь потому что какие-то незваные белые хотят расширить свой бизнес». Один из служавших этого человека, господина Шарптона, один из служащих, вошел в расположенный в здании магазин одежды, который принадлежал еврею, устроил пожар, открыл стрельбу, и семь человек погибли. «Об организации Шарптоном еврейских погромов в Бруклине и Гарлеме знают, вероятно, не все демократы. Я догадываюсь, не все. Не все, кто удостоил своим вниманием конференцию организации «Национальная сеть действий», которую, повторю, основал Шарптон. Но о том, что произошло в девяносто первом и в девяносто пятом годах, не могут не знать пришедшие на поклон к Шарптону евреи-сенаторы Берни Сандерс и лидер фракции демократической партии в сенате Чак Шубер. Тот и другой родились в Нью-Йорке, в Бруклине. Тот и другой гордятся своими нью-йоркскими корнями, считают себя знатоками истории города. Однако евреи Сандерс и Шубер готовы кланяться в ноги антисемита, чтобы он организовал, когда им это потребуется, поддержку черных избирателей. Берни Сандерс и Чак Шубер – два сенатора. Кстати, в девяностых годах уже тот и другой окунулись в политику, были членами палаты представителей и прекрасно знали, что происходит в Бруклине и в Гарлине. Эти два человека, Сандерс и Шубер, типичные сегодня политики евреи. Политики евреи не только сотрудничают с антисемитами, но и не осуждают их поименно. Так поступили политики евреи в начале марта этого года, после того, как депутат палаты представителей Ильхан Омар обвинила коллег-евреев в том, что они преданы Израилю больше, чем Соединенным Штатам. Месяцом ранее, в феврале, эта же дама, Ильхан Омар, написала в Твиттере, что голоса конгрессменов в поддержку Израиля куплены евреями. После второго мартовского антисемитского выпада госпожи Омар в палате представители начались разговоры о необходимости принять резолюцию, которая осуждает антисемитку. Но тут же нашлись, мы все это с вами прекрасно знаем, противники такой резолюции, и по инициативе спикера Нэнси Пелоси была принята резолюция, которая осуждала и антисемитизм, и расизм, и исламофобию, и еще черт знает, что она осуждала, Ильхан Омар вообще не упоминалась. Все демократы, как один, голосовали за эту позорную резолюцию, в том числе все 26 депутатов евреев-демократов. Нью-Йоркский депутат, еврей Эллиот Энгл громче других возмущавшихся словами Омар, назвав их подлой антисемитской грязью, также голосовал за эту резолюцию. Вчера он говорил, подлая антисемитская грязь, сегодня голосовал за революцию, в которой госпожа Омар даже не упоминалась. Точно так же поступил и флористский депутат Питер Дойч. Этот человек возглавляет в палате представителей комиссию по борьбе с антисемитизмом, но он отказался поддерживать резолюцию, осуждающую антисемитизм и госпожу Омар и проголосовал за резолюцию, в которой перемешано все, что только можно. Резолюция предназначалась только депутатам Нижней палаты Конгресса, палаты представителей, но никто не препятствовал депутатам Верхней палаты, Сенатам, высказать свое мнение. В Сенате девять евреев, все демократы. Восемь вообще промолчали, то есть согласились с резолюцией, мы знаем молчание, знак согласия. Один все же высказался публично, высказался публично, одобрил решение однопартийцев-конгрессменов не концентрировать внимание на Омар. Этим одним был Берни Сандерс. Единодушное решение евреев-депутатов Нижней и Верхней палаткой Конгресса не осуждать открытый антисемитизм должно возмутить, я полагаю, каждого здравомыслящего американца, вне зависимости от национальности, вне зависимости от расы, вне зависимости от религии. И ведь единодушие проявили нерядовые члены 6-миллионной еврейской общины нашей страны, нерядовые избиратели, депутаты парламента. И дамы и господа, как только 7 марта стали известны результаты голосования в Палате представителей по позорной резолюции, поддержанной всеми депутатами евреев, я немедленно вспомнил о советских евреях, членах антисионистского комитета советской общественности. Так он назывался, я уже был в это время в Америке, был создан в апреле 83-го года, антисионистский комитет советской общественности возглавил генерал Драгунский. Среди членов комитета была Ирина Быстрицкая, кинозвезда. Так вот, еврейская молва в тогдашнем Советском Союзе назвала членов антисионистского комитета советской общественности дрессированными евреями. В апреле 83-го года дрессированные осудили агрессивную политику государства Израиль и призвали всех евреев, я цитирую по статье в газете «Правда, призвали» осудить сионизм, который концентрирует в себе крайний национализм, шовинизм, расовую нетерпимость. Это из статьи в газете «Правда», одобренной антисионистским комитетом советской общественности. Между дрессированными евреями советскими и американскими есть, разумеется, разница. И разница большая. Советские обитали в тоталитарном государстве, и членство в комитете гарантировало им милость властей в то время, когда уже десятки тысяч евреев покинули страну. Американским дрессированным евреям не грозит преследование. Их цель – крепить демократическую партию. В Советском Союзе дрессированные измерялись десятками, возможно, сотнями. Вряд ли их были тысячи. В Соединенных Штатах дрессированных евреев сотни тысяч, не исключено миллионы. Евреи, поддерживающие кандидаты в демократической партии из выборов в выборы, будь то президентские выборы или выборы в Конгресс или в штатные местные органы власти, это дрессированные евреи. И многие готовы мириться с антисемитами и сотрудничать с ненавистниками государства Израиля. В 2005 году, 14 лет назад, организации не только американские, но и европейские, организации, которые поддерживают претензии палестинских арабов к Израилю, они сформировали движение с требованием бойкотировать, изолировать и подвергать санкциям еврейское государство. Бойкот, ди-инвестмент, санкшенс. В Америке в этом движении участвуют десятки университетов. Среди активистов немало студентов-евреев. Пример. В университете Мишегана учатся 30 тысяч студентов, и евреи составляют около 20 процентов от 30 тысяч. Громадное число. Но когда студенты решали вопрос о присоединении к бойкоту Израиля, многие евреи голосовали «за». Самый свежий пример. Апрельский. В начале апреля студенческий совет Гарвардского университета решил финансировать проводимую движением за бойкот Израиля «Неделю израильского апартеида». Так и называется «Неделя израильского апартеида». Главная тема недели «Хватит вооружать колониализм». И некоторые студенты Гарвардского университета с удовольствием поддержали решение финансировать это безобразие. До поры до времени антиизраильское движение не захватывало наше правительство. Прошлогодние выборы в Конгресс внесли поправку, и мы с вами это знаем. Новоизбранные депутаты Рашида Талиб, Александрия Окасия Кортес и Ильхан Амар открыто поддерживают движение за бойкот Израиля, поддерживают при молчаливом согласии конгрессменов-ветеранов, в том числе и конгрессменов-евреев. Во враждебном отношении к Израилю основной массой активистов, я подчеркиваю, активистов Демократической партии можно было не сомневаться уже в 2012 году. В тот год Национальный съезд Демократической партии состоялся в северокаролинском городе Шарлотт. Съезд должен был утвердить Барака Обаму кандидатом в президенты на второй срок и съезду следовало принять партийную программу на предстоящие четыре года. Программу подготовила специальная комиссия и программа была, разумеется, согласована с советниками и помощниками Обамы. Признание Иерусалима столицы Израиля было одним из пунктов программы. Чтобы утвердить этот пункт требовалась поддержка большинства делегатов. Две трети. Председатель съезда, тогдашний мэр Лос-Анджелеса Антонио Вилья Раигоса обратился к делегатам. Кто за? Ответом было почти гробовое молчание. Кто против? спросил он. И зал потряс гром голосов. Вилья Раигоса, бывший в то время мэром Лос-Анджелеса, он несколько смутился, потому что вопрос о признании Иерусалима столицей был согласован с Обамой. Председатель съезда решил повторить опыт. Реакция была прежней. Большинство против. Третья попытка тот же результат. И председатель съезда мэр Лос-Анджелеса объявил по мнению председателя большинство за. И как только он сказал это, зал потрясло громогласное Бу-у-у! Делегаты съезда «Цвет демократической партии» протестовали, улюлюкали, показывая тем самым свое отношение к государству Израиль. Через три года, в 2015-м, премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху выступал на объединенной сессии Конгресса. 50 депутатов Нижней Палаты, только демократы, бойкотировали его выступления. Вот это, дамы и господа, есть нынешняя демократическая партия. Из-за кандидатов в такой вот партии голосовали на прошлогодних промежуточных выборах, согласно исследованию социологического центра Пью, голосовали 79% избирателей, 79% больше, чем любая другая религиозная этническая расовая группа. Дамы и господа, разве не дрессированы? Даже в рядах афроамериканцев, традиционных сторонников демократической партии, не было такого единодушия 79%? И кандидатов вот такой демократической партии безроботно финансируют богатые евреи. Вот что сказал недавно газете Wall Street Journal миллиардер Хаим Сабан. Сабан подбросил денжат каждому, кто станет кандидатом в президенты. Он, правда, выразил беспокойство поддержкой движения за бойкот Израиля. Он сказал, цитирую Сабана по газете Wall Street Journal. Я по-прежнему уверен в демократической партии, но пока не решил, кто из претендентов президента получит мою поддержку. Некоторые демократы снабжают республиканцев оружием для разрушения демократической партии. В 2016 году господин Сабан был главным финансовым спонсором Хиллари Кринтон. У Сабана и руководителей демократической партии есть основания для беспокойства. И я приведу еще две цитаты из статьи Wall Street Journal. Вот что сказала этой газете 34-летняя юристка-еврейка Аманда Берман. Демократическая партия все еще мой дом, но впервые в своей жизни я задумалась, останется ли она моим домом. А вот что сказала эта же газета Wall Street Journal 68-летняя жительница Лос-Анджелеса Регина Перлмутер. Я перестала быть леваком, потому что левое крыло демократической партии против Израиля. Госпожа Перлмутер никогда не голосовала за республиканцев. Недавно она написала письмо Берни Сандерсу, за которого голосовала в 2016 году. Она уведомила Сандерса, вы не мой кандидат, потому что не оказываете сопротивления антисемитам. Три недели назад на телеканале Fox News в передаче Fox and Friends, есть такая передача, вы знаете, с шести до девяти утра, по времени Нью-Йоркскому, выступала 23-летняя манекенщица-еврейка Элизабет Пинко. Госпожа Пинко родилась в Нью-Йорке, она внучка политических беженцев из Советского Союза, она республиканка. Ее цель – убедить как можно больше евреев прекратить поддерживать демократическую партию. Вот что она в частности сказала на телеканале Fox News. Евреи ушли из Египта и теперь покидают демократическую партию. Мы, разумеется, хорошо знаем, что подавляющее большинство евреев поддерживали демократов в течение многих лет, но я люблю решать сложные задачи. Госпожа Пивко и ее союзники запустили сайт theexodusmovement.com. Theexodusmovement.com. Призывки сходу эксодус-евреев из демократической партии они адресовали прежде всего евреям в Аризоне, Колорадо, Миннесоте, Мичигане, Неваде, Огайе, Пенсильвании, Флориде. Почему этим евреям и этих восьми штатах? Потому что в этих штатах в 31 округе по выбору в палату представителей в этих восьми штатах избирателей евреев больше 2%. Газета New York Times пишет, что создатели сайта стараются выявить избирателей евреев, которых можно переубедить. Окажется ли успешным дело, за которое взялись Элизабет Пепко и евреи-республиканцы? Ответ, на мой взгляд, во многом зависит от помощи им со стороны лидеров демократической партии, депутатов Конгресса и претендентов на пост президента. Чем чаще они будут ходить на поклон к таким деятелям, как Шарктон, чем громче будут выступать против государства Израиль, чем активнее будут сотрудничать с открытыми антисемитами, тем больше надежд на то, что евреи сочтут необходимым расстаться с партией, которая на протяжении десятилетий была их домом. Бывший техасский конгрессмен, ныне президент кандидата на пост президента Бета Орорк, один из лидеров предвыборной гонки демократов, назвал Бениамина Нициньяху «белым националистом». Какой процент евреев поддержит Орорка, если он станет кандидатом в президенты? Сколько миллионов долларов пожертвуют господин Сабан и другие миллиардеры-евреи в избирателе фонд любого кандидата, который отказывается публично осудить движение «Бойкот, изоляция, санкции»? Покинут ли свой дом евреи, если кандидатом в президенты окажется демократ, осудивший Дональда Трампа за признание Иерусалима столицей Израиля? Дамы и господа, ответ на эти и подобные вопросы нам осталось с вами ждать недолго, до 1 ноябрьского вторника 2020 года. На этом я завершаю монолог, будет небольшой перерыв на рекламу, после этого я с удовольствием присоединюсь, дамы и господа, к разговору с вами, не покидайте волну нашего радио.